Химическая промышленность региона не стоит на месте. Завод по изготовлению технического углерода в Ивановском районе в стадии активной модернизации. Сердце производства – вот эти три реактора. Строительство третьего завершилось в том году. Благодаря ему теперь можно производить гранулированный техуглерод. А это расширение производства и новые рынки сбыта. С рабочей поездкой на предприятие побывал первый зампред Павел Коньков. Это в целом стабильно работающее предприятие. Выпускает достаточно специфический продукт – технический углерод, который является совершенно необходимым сырьем для производства самых различных видов резин, пластмасс. Предприятие, не так давно закончивая частично техническую реконструкцию, введен в новый поток. 70% производимого сырья используется в отечественной промышленности. Техуглерод уходит на заводы по производству резины, лакокрасочных материалов, используется в строительстве и металлургии. На территории Российской Федерации существует пять заводов по производству технического углерода. Значит, наша ниша определена именно для производства резинно-технических изделий. А основные предприятия используют свою продукцию для шинной промышленности. Если говорить о зарубежных производителях, то их огромное количество. Для простого обывателя продукция предприятий выглядит как обыкновенная печная сажа. Однако в лаборатории, которая расположена при заводе техуглерод – главный материал для исследований. Качество сырья определяют без отрыва от производства. Отпределяются разные параметры выпускаемой сажи. Также в нашей лаборатории проводится входной контроль сырья. Работа, конечно, пыльная. Работается нормально вроде бы. Работа не только грязная, но и очень вредная. На предприятии трудится около 150 человек со всей Ивановской области. В качестве бонусов все они получают денежные компенсации за вредные условия труда, бесплатное питание и дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме этого, за счет модернизации производства дирекция завода надеется улучшить условия труда, создать дополнительные вакансии.